Доброе утро! Рада всех приветствовать на нашей восьмой конференции СМА. Сегодня у нас основной день. Надеюсь, что всем удалось проснуться и все в хорошем настроении. У нас сегодня достаточно плотный график выступлений и важные темы, которые мы сегодня хотим обсудить. Меня зовут Германенко Ольга, я руководитель фонда Семь ЕСМА и буду сегодня модерировать наш день практически весь, за небольшим исключением. И немножечко пару слов скажу о фонде, организаторе конференции фонд Семь ЕСМА. Мы существуем с 2014 года и с 2018 года также являемся членами Европейской ассоциации пациентских организаций в области СМА. На сегодняшний момент фонд объединяет 1380 пациентов, 963 семьи с детьми и 417 взрослых пациентов. И на самом деле за все время нашей работы нам крайне важно, чтобы помощь пациентам с СМА развивалась, улучшалась с каждым днем, потому что действительно доступ к качественной помощи, не оставаться один на один с болезнью, крайне важно для тех, кто живет с СМА. Мы всегда открыты в взаимодействии, в партнерстве с медицинскими учреждениями, специалистами, поэтому наши контакты тоже представлены на слайде. Всегда можно обращаться с теми вопросами, которые у вас возникают в связи с заболеванием. Ну, собственно, пара слов организационных вопросов сегодняшнего дня. Мы с вами сегодня работаем практически до семи часов, и кроме того вот вступительного доклада, с которого мы сегодня начинаем, который я буду представлять, у нас будет сегодня два больших блока, о которых мы хотим поговорить. Это те темы, которые, наверное, на сегодняшний момент наиболее актуальны, хотя любая тема СМА на самом деле не теряет своей актуальности. Это вопросы помощи тем детям, которые выявлены на досимптоматической стадии. Этот вопрос у нас возник только в этом году в связи с введением программы скрининга на новорожденных по всей стране. Соответственно, таких пациентов становится все больше, а что с ними делать, не всегда и не всем понятно. Поэтому мы решили отдельное время посвятить обсуждение этому вопросу и посмотреть, что на сегодня есть, и что необходимо еще в будущем нам будет дорабатывать. И, конечно, вопросы введения и оказания помощи взрослым пациентам со спинальной мышечной атрофией, потому что действительно это та категория, вокруг которой сегодня только выстраивается медицинская помощь. И, соответственно, это тоже такие вот вопросы, о которых мы можем говорить как о вопросах лечения, так и о вопросах того, что необходимо помимо лечения, того самого междисциплинарного подхода, который тоже важен. Мы, как всегда, на конференции приветствуем активное участие. Под вашим окошком трансляции конференции вы можете найти чат, возможность задать вопросы спикерам. Мы эти вопросы регулярно смотрим и будем задавать по возможности тем специалистам, которые будут выступать сегодня у нас на конференции. Ну и также в мегачате справа вы сможете найти полезную информацию на стендах компаний, полезные материалы по их направлениям. Итак, мы переходим уже к основной нашей части. Спинальная мышечная атрофия 2023. Актуальный вопрос организации помощи. Ну, буквально пару слов я не могу сказать о самом заболевании, хотя мне кажется, что у нас аудитория достаточно подготовленная всегда, и нет смысла отдельно останавливаться на том, что такое СМА. Мне кажется, важно подчеркнуть, что спинальная мышечная атрофия является одним из самых частых среди редких заболеваний, и без лечения это заболевание носит прогрессирующий, даже жизнеугрожающий характер, боевой крайней инвалидизации и смерти пациентов. Поэтому крайне важным оказывается, собственно говоря, раннее начало лечения, ранняя постановка диагноза, важна скорость инициации, непрерывность терапии. На самом деле спинальная мышечная атрофия – это широкий диапазон клинических проявлений, то есть это от наших самых тяжелых пациентов до пациентов, которые сохраняют долгое время возможность ходить. Но вот тот момент, который обычно мало учитывается, и почему у нас достаточно много в этом году времени мы посвящаем взрослых, потому что действительно более 330% от общей популяции пациентов со СМА, известных нам, это сегодня взрослые пациенты, то есть люди старше 18 лет. Но, конечно, я вот уже упомянула про важность раннего начала лечения, но под лечением мы можем подразумевать не только лекарственную терапию, но и весь комплекс медицинской и социальной помощи, которая, конечно, должна сразу же оказываться после диагноза. И здесь кратически важным оказывается команда специалистов, междисциплинарный подход, то есть наличие и вовлечение в оказание помощи пациентов, специалистов разных специальностей. Мы об этом тоже сегодня будем говорить. И, конечно, крайне важное появление в каждом субъекте центров компетенции, нервно-мышечных центров, которые бы обладали опытом и курировали таких пациентов. Ну и, наверное, то, что еще хочется отметить, это то, что за последние годы, несмотря на то, что заболевание известно с конца 19 века, у нас 150 лет истории практически, но, тем не менее, вот за последние годы, за последние, наверное, 15 лет, происходит действительно такая мирная революция или эволюция в подходах к помощи больным СМА, это внедрение междисциплинарного подхода, начиная с 2017 года, который уже несколько раз потерпевал определенные изменения и влияние появления новых терапий, ставит новые вопросы, расширяет осведомленность о заболевании, что способствует более ранней диагностике, появлению скрининга новорожденных и раннее лечение дает появление новых фенотипов, то есть нового течения привычных нам типов СМА, от которых сейчас все чаще отказываются в классификации болезней. Нет, нас приводят сегодня к вопросу о том, каким должен быть новый подход к лечению пациентов, то есть это очередной пересмотр, который в ближайшее время нам предстоит. Мы сегодня в России здесь видим, что действительно в нашей системе оказания медицинской и социальной помощи больным в стране нужны системные изменения в сторону комплексности подхода. И то, что мы видим, это в первую очередь изменение подхода в консультировании у пациентов и отношения врач-пациент, причем с обеих сторон. Мы от момента обсуждения вопросов доступа к терапии все больше переходим к вопросу подбора оптимальной терапии, какая опция лечения будет максимально подходить каждому конкретному пациенту, комбинации лекарственных препаратов и так далее. То есть вот эти вещи все больше и больше обсуждаются. И, конечно, подход к лечению пациентов и к оказанию медицинской помощи все более индивидуализируется. И, собственно говоря, это тоже те вопросы, которые обсуждаются сегодня. Что еще? Конечно, мы сегодня вступаем в так называемую игру на опережение, когда с помощью неонатального скрининга, то есть с помощью выявления пациентов на присимптоматической стадии у нас действительно появляется возможность не просто бороться с проявлениями болезни, а предупреждать ее развитие, действительно пытаться ее опередить. И действительно сегодня для тех, кто выявляется на присимптоматической стадии, крайне важным становится как сокращение сроков и сообщения диагноза, и начало лечения, так и, собственно, организации лекарственного обеспечения, лекарственной помощи, но только лекарства и для этих пациентов оказывается недостаточно. И достаточно большой блок вопросов мы сегодня будем обсуждать на секции с 10-45 до 13 часов. Это какие еще вопросы, связанные с дальнейшим наблюдением, какая еще медицинская и социальная помощь необходима семьям с детьми, которые выявлены по симптоматической стадии. С учетом тех изменений, которые происходят у нас в спинальной мышечной атрофии в целом, мы все больше видим, как расслаиваются группы пациентов, которые в части как наличия стартовых возможностей, так и того пути пациентского, который проходят наши семьи. И мы на сегодня видим 4 группы, которые имеют несколько разные ожидания, несколько разные пути к диагнозу, к постановке диагноза, с разными требованиями к коммуникации, в том числе между врачом и пациентом, имеют абсолютно разный опыт жизни с заболеванием, ожидания от лечения, уровни удовлетворенности и теми результатами лечения, которые на сегодня могут быть доступны. Ну и, собственно, с разными приоритетами и потребностями в медицине, при том, что общие потребности и вопросы остаются теми же самыми. И вот эти группы, они в левой части слайда представлены, мы сегодня их делим как асимптоматически выявленные пациенты, так называемое новое поколение. Уж простите, мы здесь долго подбирали корректные слова, может быть, не до конца это удалось, но, может быть, как раз вы нам подскажете, как это лучше назвать. То есть под новым поколением подразумеваются пациенты, диагноз которых был поставлен в условиях уже наличия лекарств, уже наличия доступа к лечению. То есть те люди, которые пришли в как бы уже излечимое заболевание спинальную мышечную атрофию. Хронически и симптоматически это та группа пациентов, которая долгое время жила в контексте СМА как неизлечимого заболевания на фоне отсутствия какой-либо терапии не только в плане доступа и возможности ее получить, но и в плане отсутствия ее в принципе в мире. То есть еще не было ни одного зарегистрированного препарата, то есть там немножечко другие ожидания и все остальное, но как у любой другой группы. Ну и, конечно, наши взрослые СОСМА, вот первые три группы, это в основном дети, и взрослые СОСМА, собственно, они теоретически у нас будут относиться, конечно, к хроническим симптоматическим в основной своей массе, за некоторыми исключениями. Но, тем не менее, мы их выделяем в отдельный блок просто за счет того, как у нас сегодня выстроена медицинская помощь. Поэтому я еще раз подчеркну, что к каждой из этих групп в принципе нужны разные подходы как со стороны медицинских специалистов, так и, наверное, есть различия и при общении этих разных групп пациентов. Я сегодня много буду показывать цифр. И начну вот с общих наших цифр по известным нам пациентам СОСМА на основе данных нашего регистра. О нем чуть позже скажу. Но сегодня нам известно 1380 пациентов, проживающих на территории страны. Все пациенты, которые нам известны и находятся в реестре, подтверждены генетически, то есть диагноз подтвержден генетическим тестом ДНК. И я уже говорила, да, это 70% дети и 30% взрослые старше 18 лет. В правой части слайда проведена выборка с максимальным количеством пациентов, исходя по каждому субъекту. То есть это те субъекты, где мы знаем больше всего сегодня пациентов. Собственно, эти данные представлены в реестре. По спинальной мышечной атрофии, по QR-коду можно быстро попасть на, собственно, страничку. Реестр мы запустили еще в ноябре 2014 года с целью, собственно, понять, а сколько нас, сколько пациентов СОСМА проживает на территории страны. Потому что и тогда, и вплоть до сегодняшнего дня, к сожалению, официальная статистика государством по нашему заболеванию не ведется. Поэтому нам крайне важно, и опять же, на левой части слайда проведены цифры, как РУС АЕСТР с годами до сегодняшнего момента. И нам крайне важно, чтобы каждый ребенок и каждый взрослый был учтен в АЕСТРе. Потому что АЕСТР – это, в первую очередь, инструмент анализа качества оказания медицинской помощи здесь в стране и вообще развития этой помощи. Эти данные, конечно, мы используем деперсонализированные для того, чтобы работать и обсуждать вопросы и с органами власти, и с медицинскими сообществами и так далее. Поэтому еще раз призову и семьи, которые имеют диагноз спинальная мышечная терапия, обязательно регистрироваться. И те, кто будет получать диагноз, обязательно регистрироваться в АЕСТРе. И, собственно, врачей направлять пациентов к нам, как только они получают диагноз, чтобы действительно мы понимали и была единая база. Регулярно, на самом деле, запросы из Минздрава приходят, а сколько у нас пациентов взрослых, а сколько пациентов детей. Но, тем не менее, мы сегодня, например, видим, что есть определенные различия. Например, буду говорить про лекарственную терапию, когда у нас круг добра, например, обеспечивает гораздо больше детей, чем есть в АЕСТРе. Эта разница составляет порядка 20%. То есть те дети, которых мы не знаем, мы их не видим. АЕСТР формируется на основе добровольного участия, поэтому мы никого, конечно, не можем поймудить и вынести самостоятельно, без подписания информированного согласия. Поэтому призываем проактивно регистрироваться и заполнять регистрационные формы. Немножечко расскажу о том, кто такие больные со спинальной мышечной атрофией, которые сегодня живут. Это те данные, которые мы видим в реестре. Начну, наверное, с типов спинальной мышечной атрофии. И, собственно, вот вы видите, что на сегодняшний момент у нас превалирует по количественному отношению пациента со спинальной мышечной атрофией второго типа, потом третьего типа, ну и, собственно, первого. На сегодняшний момент у нас не так много зарегистрированных пресимптоматических пациентов, всего 13, хотя выявлено больше 70 на сегодняшний момент. Поэтому здесь пока мы не можем быть уверенными в том, что эта группа не будет дальше превалировать в общей популяции. Поэтому здесь вот тоже есть определенные вещи, нюансы, которые есть смысл учитывать, когда мы смотрим и работаем со статистическими данными. Хотела бы сказать про определение копий у пациентов. Мы видим, как ежегодно, это очень важный вопрос, потому что он определяет, согласно клиническим рекомендациям, в том числе, это обязательно рекомендуемая опция, плюс это один из критериев по назначению лекарственной терапии. Мы видим, как количество пациентов с определенным количеством числа копий, он каждый год растет. Вот за последний год этот рост составил порядка 8%, и у нас на сегодня практически три четверти пациентов имеют известное количество копий гена СМН-2. Какое же это количество? Мы видим на сегодняшний момент, превалирует количество пациентов с тремя копиями и выше. И тем не менее, вот интересный факт, который хочется обязательно отметить, что те данные, которые мы видим по данным нашего реестра, они соответствуют, собственно, общемировой статистике и научным данным в отношении того, сколько копий у пациентов каких типов может быть. Потому что действительно, с одной стороны, копии не определяют тип заболевания, но с другой стороны, это один из факторов-предикторов, который позволяет прогнозировать потенциальную скорость развития прогрессии заболевания. Если мы посмотрим на пациентов с спинально-мышечной атрофией первого типа, то, в общем-то, согласно общемировой статистике, конечно, превалирует количество пациентов с двумя копиями, однако обратите внимание, что достаточно большое количество пациентов с тремя копиями СМА имеет также первый тип, то есть раннее проявление симптомов. Это важно учитывать, потому что, несмотря на то, что, как правило, три копии у нас соотносятся с развитием спинально-мышечной атрофии второго типа, считается, тем не менее, достаточно большое количество пациентов дает более ранний старт заболевания. Это важно учитывать, в том числе сейчас, когда мы работаем с пересимптоматическими, в том числе пациентами, у которых нет симптомов, и есть информация только по количеству копий, которая дает возможность предположить, как быстро эти симптомы могут развиться. Если мы говорим про пациентов со спинально-мышечной атрофией, как и следовало, с одной стороны бы ожидать, у них должно быть четыре копии, однако мы видим сейчас иную картину, и она, опять же, достаточно близко соответствует той общемировой статистике, которая есть. Мы на сегодняшний момент видим, опять же, и у пациентов со спинально-мышечной атрофией третьего типа превалирует три копии гена СМН-2 и, соответственно, четыре в том числе. Что касается возрастной структуры, обратите тоже внимание, основное наше количество пациентов – это все пациенты и дети, и взрослые, собранные воедино со всеми типами СМА. Мы сегодня видим, что большинство пациентов находится в возрастном диапазоне от 5 до 25 лет. При этом понятно, что это будет варьироваться от типа к типу, и мне кажется, что очень хорошо, например, график по спинально-мышечной атрофии первого типа показывает, как уменьшается количество симптоматических пациентов, в которых мы можем написать тип, уже начиная с этого года в связи с введением скрининга новорожденных. Посмотрите, у нас основная когорта пациентов со СМА первого типа располагается в возрасте от 1 до 10 примерно лет, и уменьшается количество пациентов от 0 до 1, там, где у нас обычно всегда была самая высокая цифра, потому что именно тогда они получают диагноз. Но зато, если мы посмотрим по эссимптоматических пациентов, мы видим, что как раз большинство их сейчас находится от 0 до 1. Это логично, это понятно, скрининг начался в этом году, кроме пилотных проектов, в рамках которых другие пациенты выявлены. Но если смотреть опять же на СМА-2 и СМА-3, мы, конечно, видим совершенно другую картину по части того, в какой временной структуре, в каком временном диапазоне, в возрастном диапазоне, простите, находятся эти пациенты. Есть, конечно, немного неожиданный провал у нас среди взрослых пациентов, которые мы не очень понимаем, как проектовать, потому что видим большое количество группы пациентов от 6 до, скажем, 21 года, и затем от 30 до 49 лет. Но в целом, в общем-то, вот такая вот у нас рисуется картина в отношении возрастной структуры. Еще один интересный параметр, который мы мониторим регулярно в части анализа данных реестров, это средние сроки постановки диагноза при наличии симптомов Российской Федерации. И вот в прошлом году я радостно говорила о том, что у нас сократился срок постановки у симптоматических пациентов, здесь только симптоматические пациенты, на этом слайде представлены. У пациентов со спинальной мышечной атрофией первого типа, он сократился тогда на месяц, и во время беспоставленного диагноза сократился от 4 до 3 месяцев при постановке диагноза. Но вот в этом году у меня есть тоже чем радостным поделиться, потому что мы видим, что сократились усредненные сроки постановки диагноза у пациентов со спинальной мышечной атрофией как второго и третьего типов. Это свидетельствует о большей настороженности и большем распространении информации о спинальной мышечной атрофии. То есть сегодня пациенты несколько раньше получают диагноз, усредненный опять же в целом, чем ранее. Но тем не менее, обратите внимание, эти сроки все еще достаточно средние, высокие. То есть средняя задержка постановки диагноза у пациентов со СМА-2 составляет 1 год-2 месяца, и у пациентов со СМА-3 практически 4 года-10 месяцев. То есть это все еще достаточно длительные сроки, над которыми еще работать и работать, потому что эти пациенты будут продолжать у нас, к сожалению, появляться, пока не диагностированы еще. Конечно, когда мы ставим диагноз, сразу же после того, как мы его получаем, что нам нужно делать, как можно быстрее начать лечение. И сегодня в рамках лекарственной терапии, конечно, мы, к сожалению, отмечаем, с одной стороны, улучшение доступа в связи с появлением круга добра у детей, но с другой стороны, сохранение неравного доступа к лечению между детьми и взрослыми пациентами. Три лекарственных препарата у нас зарегистрированы, но тем не менее, доступ к ним неравномерный. Есть определенные проблемы, конечно, и с обеспечением до сих пор. Я не буду зачитывать слайд, с вашего позволения. Но прежде всего связаны у детей с скоростью поставок лекарственной терапии, и рисками, которые возникают с перерывами, или, например, смен терапии не всегда возможно. Но у взрослых, конечно, более тяжелая и сложная ситуация, потому что доступ к лечению зависит от наличия инвалидности, от места проживания, то есть от конкретного региона, часто занимает месяцы борьбы, то есть суды, есть проблемы с назначением лекарственных препаратов. И, собственно говоря, это делает картинку немножко неоднородной в среднем по стране. На данном слайде, опять же, проведена аналитика по уровню лекарственного обеспечения в целом. На сегодняшний момент, если мы смотрим всех пациентов со СМА, 87% у нас обеспечено. Но если смотреть отдельно детей и взрослых, то мы видим, конечно, совсем другую картину. Порядка 97% детей у нас сегодня получают лекарственную терапию. При этом, что с другими тремя процентами, почему у них до сих пор нет терапии? 2% – это тяжелые дети, не нуждающиеся в терапии, по мнению как родителей, по совместному решению, как родителей, так и лечащих врачей. И 1% – это не получающих терапии. Это, как правило, сохраняющийся процент, но фамилии каждый раз в этом списке разные. Это обычно от 10 до 15 детей, которые находятся впереди ожидания поставки лекарственного препарата или проходят одобрение заявок через фонд Круг Добра. В этом году у нас Круг Добра также взял под себя, под свой контроль пациентов от 18 до 19 лет, которые как бы попадают во взрослую когорту. Мы себе позволили отдельно их посчитать, потому что действительно от того, на каком уровне финансирования, на федеральном или региональном, зависит, получают или не получают. На самом деле у нас пациенты в нужном объеме терапии. Обратите внимание, что цифры, получающих терапию 18-19-летних, она практически сопоставима с детской когортой, потому что это происходит за счет средств федерального бюджета. Однако, если мы уже смотрим взрослых 19+, то есть старше 19 лет, те, которые находятся на региональном обеспечении, мы на сегодняшний момент видим, что 66% пациентов на сегодняшний момент взрослых известных нам обеспечены лекарственной терапией. Но эта цифра, конечно, гораздо ниже, чем уровень обеспеченности у детей. Очень многие пациенты, более сотни, на сегодняшний момент своего лечения только ждут и никак не могут его, собственно говоря, получить. Поэтому это, конечно, требует определенного внимания со стороны органов государственной власти, в том числе, потому что действительно, когда есть такой неравный доступ, это не очень здорово. Почему вот эта цифра 66 кажется низкой? Ну, хотя, казалось бы, да, 66% это уровень, который по обеспеченности достаточно высоком сопоставим с уровнем обеспеченности в программе жизнеогрожающих, например, заболеваний, которые также на региональном обеспечении, льготная программа. Вот, но, тем не менее, вот мы видим рост практически на 25-30% уровня обеспеченности по сравнению с теми данными, которые я показывала в прошлом году. Но мы видим, что субъекты, ну, скажем, вынуждены приоритизировать иногда обеспечение пациентов со СМА и постоянно сообщают о риске и о больших дефицитах на обеспечении. Мы видим увеличение количества перерывов, рисков перерывов терапии у взрослых за счет, собственно, этих фактов. Если посмотреть, какую терапию получают наши пациенты, то здесь, конечно, у нас интересно получается разные, да, разные группы пациентов, разные виды терапии, ну, скажем, лидируют, да, если можно употреблять такое слово в этом контексте. Вот у нас на сегодняшний момент в детской когорте большинство пациентов получает препарат Музенерсен. 456 человек, 303 человека получают диплом и 183 получили генную терапию. Конечно, есть часть пациентов, получивших генную терапию ранее или после генной терапии, получала или получает иные лекарственные препараты, поэтому здесь не будет, да, там 100% покрытие, то есть процент будет больше. Вот, если мы говорим про взрослых, то, соответственно, у нас здесь обратная ситуация. 166 пациентов или 59% получают лекарственные препараты из диплом и 115 лекарственные препараты Музенерсен. Вот так выглядит у нас ситуация по федеральным округам. Я в интересах времени не буду показывать каждый слайд по каждому региону, но, тем не менее, обратите внимание, что неравномерно сегодня распределены проценты, скажем, да, обеспечения в части федеральных округов и есть федеральные округа, ну, скажем так, аутсайдеры по части покрытия лекарственной терапии своих пациентов и есть регионы-лидеры. В основном это происходит за счет, в основном, вот этой колонки процента получающих терапии взрослых пациентов. Нижний столбик – это усоединенный показатель по Российской Федерации. И мы видим, что на сегодняшний момент Уральский федеральный округ является, ну, собственно, округом-аутсайдером, но в основном за счет того, что в нем есть два региона, которые не лечат своих взрослых пациентов от Тюменской области и Свердловской области, которые, в общем-то, достаточно сильно оттягивают, имея большую когорту взрослых пациентов федеральный округ назад. Ну и Центральный федеральный округ тоже имеет достаточно низкий показатель, ниже среднего. В основном это происходит за счет Москвы, которая также своих пациентов не лечит. Что касается регионов-лидеров, то вот здесь хотелось бы отметить Дальневосточный федеральный округ, в котором, ну вот, практически, да, можно сказать, стопроцентный уровень обеспеченности пациентов, да, и очень сильно выровнялся по сравнению с прошлым, позапрошлым годом Северокавказский федеральный округ, которым тоже достаточно высокое покрытие терапии пациентов. Почему отдельно обращаю внимание на уровень обеспечения взрослых пациентов? Потому что, несмотря на, скажем, казалось бы, медленное прогрессирование или замедленное прогрессирование и более-менее стабильное в течение нескольких лет, да, жизни пациентов состояния и кажется, вроде, ну, сколько-то пожили и так поживут. На самом деле, это абсолютно не так. Это хорошо показывает, показано на этом слайде, который подемонстрирует, ну, собственно, выживаемость пациентов. Вы видите пунктирную линию, которая отчерчивает вот тот возраст, где начинается резкое снижение количества взрослых пациентов. И если мы посмотрим, то в спинальной мышечной атрофии второго типа, да, у взрослых пациентов этот период начинается еще раньше, да, начинается возраста 25 лет. Это говорит о том, что эти пациенты просто начинают иметь больше вторичных осложнений, больше рисков по дыханию в том числе и просто, ну, в общем-то, погибают, если их не лечить. Поэтому здесь крайне важно, собственно, этот вопрос взрослыми решать. Какие еще нерешенные вопросы у нас остались в терапии? Про взрослых я уже, ну, собственно, отметила несколько раз. Но, опять же, мы видим нарастание, скажем, запросов и вопросов в части вопросов выбора оптимального вида лечения в каждой конкретной индивидуальной ситуации у взрослых и у детей и вопроса смены терапии, включая не медицинские переключения, то есть, например, да, ну, скажем, индивидуальные субъективные ощущения там неэффективности препарата или наличие какого-то дискомфорта, связанного с привычным образом жизни, да, и способом применения терапии. Что касается дополнительных вопросов, да, прошу прощения, также мы видим, что осложняет вопрос выбора лекарственной терапии отсутствие объективных маркеров оценки эффективности лечения, то есть, это приводит как к разнице в оценке эффективности проводимого лечения со стороны пациента, врача и также регуляторов, которые сегодня все больше озабочены, да, вопросом оценки эффективности лечения лекарственной терапии. И также возрастает количество вопросов по комбинациям лекарственных препаратов, по применению, по последовательному применению лекарственной терапии. Конечно, мы все знаем, и я этот слайд каждый год показываю, наверное, не перестану показывать никогда, потому что тма – это действительно не только лечение, лечение занимает только небольшое место в работе с пациентами со спинальной мышечной атрофией, и организация комплексной междисциплинарной медицинской помощи крайне важна, потому что мы все понимаем, что без своевременной организованной респираторной, нотативной поддержки физической терапии, реабилитации и обеспечения ТСРами и оборудованием качество и итоги лечения всегда у наших пациентов ниже, поэтому крайне важно, чтобы такая помощь была организована на территории не только федеральных центров, но и субъектов. Что касается вот тех данных, которые мы видим по функциональным возможностям наших пациентов, на этом слайде может быть немножечко сложно разобраться, я поясню, мы видим сегодня, что несмотря на наличие терапии, у пациентов со спинальной мышечной атрофией в основном превалирует более тяжелые состояния, чем могли бы быть на фоне, ну, собственно, более рано начатого лечения, более рано ранее применяемого междисциплинарного подхода, то есть профилактического подхода к развитию вторичных осложнений. Вот если мы посмотрим, например, на пациентов со спинальной мышечной атрофией третьего типа, то есть те, кто ходили самостоятельно, то мы видим, что таких пациентов на сегодняшний момент во всей группе спинальной мышечной атрофии третьего типа менее 50%, то есть все остальные на сегодняшний момент, даже несмотря на то, что часть из них получает лекарственную терапию, большинство, простите, это дети, поэтому большинство получают, тем не менее ходят самостоятельно меньше половины, то есть это значит, что есть пациенты, которые потеряют функцию, пока не смогли ее вернуть, мы очень надеемся, что эти цифры будут меняться. Примерно такую же ситуацию мы видим у спинальной мышечной атрофии второго типа, то есть те пациенты, которые как минимум сидели самостоятельно, вот мы видим, что порядка 30% имеют более низкие функциональные возможности, и не вернули пока себе возможность сидеть самостоятельно, но тем не менее, уже здесь мы видим и результаты той терапии, которая сегодня пациентам предоставляется, потому что порядка 6% пациентов со спинальной мышечной атрофией второго типа могут ходить либо самостоятельно, либо с поддержкой, это та веха моторного развития, которую они никогда не достигают без наличия лекарственной терапии, да, здесь мы уже видим вот тот результат, потихонечку, да, это количество этих пациентов увеличивается в том числе. И, конечно, больше всего заметно это на пациентах со спинальной мышечной атрофией первого типа, потому что мы видим достаточно большое количество на сегодняшний момент пациентов, да, это больше 20, ну, практически 25% пациентов, которые достигли тех веха моторного развития, которых они никогда бы не достигли без лечения, да, при естественном течении заболевания, это пациенты, которые могут сидеть с поддержкой, сидят самостоятельно, ходят с поддержкой, то есть вот то, что, в общем-то, было раньше, казалось раньше недосягаемым. Если мы посмотрим на взрослую когорту пациентов, то, ну, примерно, да, вот мы видим здесь такую же историю, при этом я бы хотела отмечить, что если мы смотрим три, да, у взрослых, гораздо меньшее количество пациентов сохраняет способность ходить во взрослой когорте, обратите внимание, да, по сравнению с детьми, у взрослых 35%, у детей мы видели 48%. Если мы смотрим на пациентов со спинальной мышечной атрофией второго типа, то, опять же, мы видим достаточно большое количество пациентов, которые не сидят самостоятельно, порядка 7, больше 70%, да, это те, кто может сохранять возможность сидеть только с наличием какой-то поддержки, поэтому это тоже говорит о том, что, ну, и мы понимаем, да, что вот отсутствие лечения, собственно, только усугубляет эту ситуацию, и мы пока не видим какого-то прогресса в этом отношении, но, опять же, это специфика работы со взрослыми. И, наверное, то, что тоже, мне кажется, важным рассказать, это ситуация с оказанием респираторной поддержки, да, дыхания, это тоже косвенно можно проследить по данным реестра, по количеству пациентов, которые используют тот или иной вид оборудования респираторной поддержки. Вот, и я хочу обратить внимание на общие проценты по использованию аппаратов инвазивной и неинвазивной вентиляции легких. Обратите внимание, у пациентов со спинальной мышечной атрофией первого типа этот процент составляет 53%, и если мы посмотрим на НИВЛ, то этот процент вообще составляет всего 26%. Тем не менее, это крайне низкий, опять же, показатель, потому что практически большинство пациентов спинальной мышечной атрофии первого типа, даже несмотря на рано начатое лечение, будут нуждаться во вспомогательной вентиляции легких, как минимум, в периоды болезни или в ночное время. Этот показатель свидетельствует о низком уровне, опять же, обеспечения и недоработанности вопросов о респираторной поддержке пациентов со спинальной мышечной атрофией первого типа. И аналогично можно говорить о пациентах со СМА-2, со вторым типом спинальной мышечной атрофии, хотя и с большей осторожности, потому что здесь, конечно, процент нуждающихся априори, он будет ниже, но тем не менее, на сегодняшний момент мы тоже видим гораздо более низкий показатель, несмотря на то, что СМА-2 это самая большая когорта наших пациентов. Аналогичные вещи я скажу про использование откашливателя, потому что это тот прибор, который должен быть практически в каждой семье пациента со спинальной мышечной атрофией. Здесь вот под вопросом можно говорить в отношении пациентов со СМА-3 или по симптоматических пациентов, но тем не менее, СМА-1 и СМА-2 это пациенты в группе риска по респираторным заболеваниям и в группе риска по развитию осложнения во время инфекционных болезней, поэтому откашливатель это такой очень важный прибор в жизни каждого. И очень удивляет на самом деле, что пациенты со спинальной мышечной атрофией второго типа обеспечены откашливателями, простите, лучше, нежели пациенты со СМА-1, хотя СМА-1 нуждается в них даже более серьезно. Поэтому здесь хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость как семьям позаботиться о наличии важного респираторного оборудования у себя, так и, собственно, врачам обратить внимание на своих пациентов, потому что если пациент дышит сам, это не значит, что у него нет первых симптомов развития дыхательной недостаточности. Ну и, собственно говоря, те нерешенные вопросы, которые сегодня есть, актуальные вопросы, над которыми необходимо работать, это, собственно, недостаточность, отсутствие междисциплинарного подхода зачастую и обученных команд врачей в регионах, да, их должно быть около 14, согласно действующим клиническим рекомендациям. Необходимо формирование нервно-мышечных команд врачей в каждом регионе, прописывать вопросы маршрутизации, закреплять в нормативно-правовых актах, да, и, конечно, создавать нервно-мышечные центры. Однако отдельными вопросами является на сегодня неразвитость программы реабилитации, динамика диспансерного наблюдения за пациентами со спинальной мышечной атрофией, что приводит к несвоевременности принятие профилактических мер по возможным, ну, скажем, по предотвращению, да, вторичных осложнений, как ортопедических, так и гастроэнтерологических, натоициологических, респираторных и иных. И, конечно, мы отмечаем до сих пор проблемы преемственности при переходе из детской во взрослую службу, потому что, конечно, качество и уровень помощи детям и взрослым сегодня сегодня сильно нерешен. Какие еще нерешенные вопросы у нас остаются? Это, конечно, своевременность обеспечения качественными и индивидуально, что важно, подобранными техническими средствами реабилитации с учетом состояния пациента, потому что от неправильного не по размеру, например, коляски или вертикализатора без разведения, например, ног, да, у ряда пациентов, мы скорее навредим и спровоцируем развитие вторичных ортопедических осложнений, нежели поможем пациенту. Поэтому крайне важно, чтобы технические средства обеспечивались и подбирались квалифицированными специалистами и закупались индивидуально для наших пациентов. Это тяжело, это трудно, но это возможно реализовать. Аналогично скажу про своевременность обеспечения медицинским оборудованием и расходными материалами, потому что действительно не может пациенту, которому рекомендация дана на использование от кашливателя и НИВЛ, ждать по полгода, год, пока ему выдаст государство это оборудование, потому что оно нужно здесь и сейчас. Мы говорим про витальную функцию, и это, конечно, тоже тот вопрос, над которым нужно прорабатывать и со стороны пациентского сообщества, и со стороны врачебного сообщества, потому что не может пациент с тяжелым прогрессирующим заболеванием даже на фоне лечения ждать несколько месяцев, а то и полгода, год обеспечения респираторным оборудованием. Что касается еще одного острого вопроса, это вопросы установки палиативного статуса и одновременного получения лекарственной терапии. Мне бы хотелось подчеркнуть, что палиативная помощь, согласно действующему законодательству, не отменяет оказание любых других видов помощи, включая реабилитацию, включая стационарную помощь, помощь патогенетическую терапию в том числе, и соответственно, пациенты, которые одновременно получают лечение, но параллельно нуждаются, например, в респираторном оборудовании для поддержки дыхания, например, Нивл в ночное время или откашливатель, они могут иметь так называемый палиативный статус, то есть нуждаемость, быть признанными, нуждаемыми также в палиативной помощи. Палиативная помощь может оказываться в дополнение к другим видам лечения, включая лекарственную терапию. то есть это не должно становиться препятствием к обеспечению респираторным оборудованием и наоборот. Ну и также еще один важный вопрос, блок вопросов социальной поддержки, который, к сожалению, наверное, сегодня самый заброшенный такой в плане каких-либо решений блок, это вопросы ассистентов, вопросы сиделок, это вопросы совместного пребывания в медицинских учреждениях, как в отделениях реанимации для всех групп пациентов, так и совместного пребывания в медицинских учреждениях, сопровождающих для взрослых пациентов, это действительно делает более затруднительным получение медицинской помощи. Вопрос санаторно-курортного лечения здесь можно до бесконечности на самом деле перечитать. Очень много нюансов, которые сегодня не урегулированы для пациентов со СМА. Но при этом, конечно, мы понимаем, что сегодня наша аудитория это как семьи пациентов, взрослые наши пациенты, так и медицинские специалисты. Мы понимаем, что крайне важно, чтобы мы вместе простраивали и работали над тем, чтобы система медицинской и социальной поддержки семьям работала. И нам крайне важно, чтобы вся помощь была пациента ориентирована, ориентировалась на качество жизни пациента в первую очередь. И любой человек со СМА имел возможность получить необходимый объем помощи, качественную помощь, которая необходима. И, конечно, это может быть достигнуто только совместными усилиями медицинского сообщества и пациентского сообщества. Я благодарю за внимание.